понятно подмосковье где живете ну да и мы по моему с вами беседовали до месяц назад где понятно беседовали на предмет помните какой самый большой какой сейчас знаете какой самый большой город в московской области как вот географию родного края а подоль всегда был а 12 лет назад он утратил первенство ну и может не 12 можем может 10 сейчас его балаших обогнала нет вы не правы я ту и аута ситуацию знаю досконально подольск на борт расширили за счет присоединения климовска а вот подольский район у подольска забрали он сейчас город без района а по а был а был такой город климовский его отдали подольску сейчас это город подольск город подольск увеличился но балаших за счет поглощения соседних городов был такой город допустим железнодорожный слышали сейчас 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 нет так он поглощен балашкой салтыковка никольская с другой стороны и в балашках сейчас больше по больше пол лимона жителей ну да да где-то вот последние 10 лет а в то же время есть другой а я автор и вот смотрите какая оригинальная какая диаметральная противоположная политика правительства области а в то же время в области вот отгадаете ли нет есть город который постоянно утрачивает территории если вот лет 12 лет 12 тому назад он был второй город в области сейчас он скатился на 7 8 место за счет утраты территории какой это город город люберцы последняя потери люберец это котельники сейчас образовался новый город котельники из района люберец предыдущая потеря белая дача в нулевых восьмидесятых люберцы утеряли косиной жули именно а в семидесятых а в семидесятых некрасовка но это те тема одна из семантик моего канала география московской области имеете другие если я вам давал по моему свой канал но вы так вам так и не заходили если желаете снова дам копируйте вот название каналов подставляйте в поиск ютуба и находите записывайте на бумажке пишите пишите потом в поиск ютуба вставите да да там два канала увидите да у меня там есть цикл и беседы именно вот нюансы географии москвы и области хорошо а вы сейчас где проживаете в городе торонто да понятно ну ладно еще какие-нибудь вопросы у вас есть или может темы интересные можем поднять есть есть давайте скажите пожалуйста в канаде четыре часовых пояса или больше 6 6 а в сша в сша не считай аляске 4 а в аляске еще пятый ну разве ну так и живут а чё сша если она если сша шалит на международной арене то к соседям относится нормально ну как нормально тоже к россии санкции во это в канаде акцизы но это с целью сегодня с целью защитить или поднять собственное производство так я понимаю все эти красивые слова и так далее ну конечно это 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 но это уже в общем мировые понятия время по лондону по нулевому меридиану более того более там скажу в канаде есть единственный часовой пояс в мире который отличается на полчаса а не на час отличается от от соседнего на полчаса ну какая атлантическая провинция сейчас не помню боюсь ошибиться там они мелкие они мелкие атлантические провинции то ли там где галифакс вот городе есть куда есть на переговоре помните в галифакс пролетал ну да ну где понятно ельцин давно был 90-х вот то ли то ли то провинция то ли соседние у них на полчаса отличается от соседей от соседнего вот такие По-моему, Московское время от Ересалимского отличается Каких-то кратных полчаса, а не часа Нет, по-моему, ошибаетесь Единственное в мире, именно в Канаде, где на полчаса отличается Везде кратное часа идет Отличие Спасибо, и мне прям это А мне хоть выглядели меня Вот такие новости Да, в Хармичках Благодарю вас Если желаете еще какие новости То вот у Америки, у Канады Контроль пограничный только односторонний, только на въезд Когда вы езжаете, вы контроль не проходите пограничный Просто идете на самолеты все Там за вами, конечно, камеры наблюдают погранцы В случае чего они вас тормознут Но это может одного из десяти тысяч тормознуть А так вот никакого пограничного контроля нет на выезд Только на выезжай с концами А только на въезд Ну сейчас, к сожалению, доллар упал в связи с падением нефти 0,76 сейчас А в хорошие времена был 0,90 А все дороже Ну, Америка Было время, когда канадский был дороже Когда нефть стоила Граница 95 баррелей Доллар за баррель Граница Когда доллары равны Канадский, американский Когда Вот помните Когда Доллар упал в России До 25-ти С 30-ти То есть, когда нефть поднялась максимально до 115 Это было где-то в седьмом году Или в восьмом Да нет, я уже не помню Ну вот я вам напоминаю Тогда Канадский доллар Канадский доллар был выше американского Где-то был 1,06 максимум А потом снова опустился Сейчас 0,76 А когда Нефть будет снова Если, дай бог По 0,95 Тогда будут равны Доллары Ну, а считается, что Оптимальное 0,88 Якобы Для экономики Канады Считают, что 0,88 Оптимальное Соотношение Спасибо Ходите я вам Ходите Олег меня зовут Ходите я вам купюру интересную покажу Смотрите 100 триллион долларов Да Доллары Зимбабве 100 триллионов долларов А ты в каком времени? Ну, 10-летней давности Потом у них реформа была Ну, крутая купюра 100 триллионов Ну, это вроде наших Керинах Ну, да Да Где-то так А Если желаете Давайте с вами побеседуем Как раз по истории СССР Раз вы Керенки Кто Кто был по вашему Самым успешным Советским премьером? Премьером? Ну, предцом МИНа Или предцом Наркома По-советски Я перебираю их в памяти Ну, советских можно исключить всех По-моему Ну, если вы считаете Не было Не, ну это российские Я говорю советских С 22 по 91 год СССР считавал Да, по-моему Никого там не было Ну, считающий Многие считают Косыгин, например Позитивно к нему относятся Да, ну Я считаю, что Самым успешным был Рыков При нем был Золотой Червонец Ну, Алексей Иванович Правильно? Алексей Иванович А вы знаете Допустим, почему Вот до сих пор Может сейчас уже Отголоски Но в советское время Водку 0.25 Называли Мерзавчик Не, мерзавчик это 0.1 А это чекушка Нет Неправильно Чекушка 0.33 А мерзавчик Да, такой не был Была, была 0.33 чекушка Ну, может быть Некоторые чекушку Называли 0.25 Но многие называли 0.25 мерзавчик Вот смотрите 0.33 Емкость Ну Секрянная Поемирует Когда в Новороссийске Начали производить Пепсиколу Пепсиколу Да Ну, хорошо 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 Это не принципиально Допустим Откуда появилась Мерзавчик Есть такая красивая версия Я вам сейчас ее изложу Когда Рыкова осудили Был открытый процесс Он был осужден По процессу Право-Троцкийского блока В 1938 году А это советского Право-Троцкийского блока Да У меня был Суббудный отчет Да И И Вышинский Несколько раз повторял Да вы Рыков Мерзавец А водка была Рыковка Называлась В народе Водка Которая продавалась Называлась Рыков И И Да Вот только Два премьера Удостоились Не премьера А два лидера Удостоились Названия водки Рыков И Андропов Так вот После процесса Слово Рыковка Заменили На Бутылка водки Стала называться Мерзавец А маленькая Ну пускай будет 0,1 по-вашему Мерзавчик Ну по моим данным 0,25 назвали Мерзавчик Ну вот Мерзавец Не прижилось Мерзавец Не прижилось Вернулось На пол-литра Вернулось Стали называть Пол-литра Не Рыковка А пол-литра А мерзавчик Ну это от региона В разных регионах По-разному Я говорю Как вот в Москве Было Такие вот Такая версия А в Москве Мерзавчик Остался Мерзавец Вернулось На пол-литра Ведь заменили На пол-литра А мерзавчик Остался В знак того Что Вышинский Называл Рыкова Мерзавец Вот такая Вот такая Красивая версия Там была водка Была царская Вот эти бренды Официальные бренды Они с 19 века Московская Столичная Пшеничная Это все с 19 века А вот эти советские Рыковка Не могло быть В 19 веке Еще называли Хребное вино Ну да Возможно Вот где-то так А как Вы думаете Каковы причины Распада СССР А ну просто Он же ничего Не был на это делать Он создался Нелегитимно Вот и все Ну абсолютно верно Вы рассуждаете Ну Как раз Насчет легитимности Он вроде как Создался легитимно Просто в нем Был заложен Пару Нет Он создался Нелегитимной партией Потому что Партия незаконно Пришла Пришла к власти Средиземное собрание Вот Вот Это партия Это партия Была нелегитимной Вот Вы прямо Мои мысли читаете Вы зайдите у меня Посмотрите Исторические ролики Один к одному Прямо Мои мысли читаете А как Вы думаете Все Персонально Приложили Самые большие Утилия Которые Разваливаются Основатели Ленин и Троцкий Нет Потому что Они Они дали Право на выход Республикам Нет Высоцкий Ну Он так Высбел Этот режим Что на его защиту Никто не вышел Ну Можно Можно как версию Принять Ну Высоцкий Да Он У Высоцкого Есть песни И Как бы За режим Помните Мы пишем Ну как Мы пишем вам Стамбовского завода Любители опасных Китайским 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 Ну так Слова Слова Какие Слова Какие На наш ЦК Ну я вам цитирую Я вот У меня на кухне Я на кухне Когда я готовлю Я включаю Монтофон Кассетный И вот Как раз Сегодня Слушал Эту песню Высоцкого Но она Да А я же цитирую Что именно Про советскую Песню Но наш ЦК Сказал В письме Открытым Мы одобряем Мнение его Вот вам Типичные слова Про советский Высоцкий Так что Нельзя сказать Нельзя сказать Что Высоцкий Был полностью Да Нельзя сказать Что Высоцкий Был полностью Антисоветский Он И тем и тем И правильно Делал в принципе Ну Как вам сказать Да С одной стороны С одной стороны Это ему Обеспечивало Безопасность От властей Вот такие песни Как Вот это Стамбовского Завода А с другой стороны Он Значит Популяризировался В различных слоях Населения В том числе И в просоветских Вот этой песне Которые одобряли Режим Я вот так считаю Может быть И так Вот это так А По поводу партии Да Вот все Винят там Эти самых Украину Что вот Майдан устроили Так они Устроили копию С 5 января 18 года Когда большевики Разогнали Учительное собрание А почему они Разогнали Потому что Проиграли выборы А ранее на них Согласились Потому что Когда они соглашались Сразу после переворота Октябрьского У них По опросам В тогдашнем виде Они рассчитывали На победу По крайней мере На второе место После левых эсеров Вот А в итоге За этот месяц Вот в декабрь 17 года Они столько Накуролесили Что Потеряли голоса И проиграли выборы А левые эсеры Тем более проиграли Потому что Они все таки Вместе правили В советах Левых эсеров Даже было больше И победили Если вы знаете Правые эсеры И поэтому Они Учительное собрание Разогнали И то же самое В 15-м году В 5-м году В Украине Не понравились Итоги выборов Но там Они более культурно Сделали Какой-то Опереточный Третий тур То есть Не разогнали Сразу Не объявили Президентом Того Ко они хотят А сделали Опереточный Третий тур То есть Параллели Они исторически Довольно Так сказать Прозрачные Получаются Вот так Ну ладно В общем так Я вижу Я вас заинтересовал Жду вас на канале Вас как зовут? Владислав Владислав Пушкина Так и напишите Вспомню вас Будем переписываться Окей Ладно Приятно было побеседовать Всех благ Жду вас на канале Счастья Ура Да Пушкина Счастья Счастья Пустью За родную Россию Как Гуси Их Рассеют Тяжело Будет И Суавель А Сосед Я Он Был Совсем Не Разговорник Да Дураковаляне Разговаривают Разговаривают Констагин А Почему же Тогда Утилитарным государством Утилитарное государство Правильно? Великобритания Утилитарное государство Германия Утилитарное государство У них есть Один Тожонов И фалага На свет И Преолог Под Голодый Подшитый Материал Материал Утилитарное государство Повыдем Всегда За Внутрой Путин И Сниться Нам Несколько Космонема Жене Ледяная Синева А Сниться Нам Грова Грова Утилитарного Снег 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 Несколько Снег Внутри Снег 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 Мник Млок Снег 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 Субтитры сделал DimaTorzok